Новый способ подать заявление в полицию изобрели в Нижнем Новгороде. На улице Горького сегодня появилось, можно сказать, народное послание. Под окнами здания областного МВД, прямо на проезжей части, метровыми белыми буквами красовалась надпись, цитирую, «Казино Рождественская 37». Видимо, так неизвестные художники решили сообщить полицейским о незаконной игорной деятельности. Но, как только послание дошло до адресата, от него попытались избавиться. Подробностью Александра Алешина. Надпись просуществовала недолго, всего несколько часов. К 10 утра дорожные службы всячески постарались ее закамуфлировать. Но если присмотреться, то можно увидеть некоторые фрагменты оставшихся букв. Там есть казино подпольное, вот здесь написали кто-то. Специально для милиции. Главное, как раз им читать. Явно это не реклама. Это местные жители жалуются, потому что это везде, на каждом шагу, я так думаю. То есть, я не знаю, это все видят, но шипполисты так работают, что звонить, звонить, там, бесполезно. Не всегда она хорошо работает, они плохо работают. Поэтому такие надписи появляются. Чтобы к актов не обратили. С чего им хотеть работать, какие у них стимулы, собственно говоря, появятся работать. Они работают только на статистику, кого это может устраивать. Наша милиция нас бережет и крепко спит. Нужные моменты. Если уж напротив здания ГОДА центрального. Там, в принципе, и охранники должны же быть, и сама милиция. Что они по ночам делают? Я не знаю. Наверное, отдыхают. А здесь никто не охраняет? Нет камеры какой-нибудь слежения? Тоже не знаю. Не информирован. По указанному адресу находятся несколько предприятий и организаций. Мы их обошли, а заодно и поговорили с местными жителями. Ищу казино. Где-то здесь казино есть. Ой, я не знаю. Не могу помочь. Не могу помочь. Не знаю. Я не знаю. Разве что в той стране здесь точно нет? Здесь все три этажа. Страховая компания. Где-то казино находится. Не знаете где? Вы не первые уже интересуетесь. Я не знаю. Это было год три назад. Может, ты сейчас открыл? Может, ты сейчас. Я не знаю. Между тем, сотрудники полиции сегодня заявили, что об этом адресе они знали и без подсказок на асфальте. Сам адрес, который таким нетрадиционным способом оставил, неизвестный, уже давно известен сотрудникам полиции. В сентябре прошлого года сотрудники Управления по борьбе с экономическим преступлением и противодействием коррупции провели в данной точке проверку, в ходе которой был установлен факт организации незаконной горной деятельности. В августе этого года была проведена повторная проверка, в ходе которой было установлено, что в данном заведении продолжается незаконная горная деятельность. Сотрудники полиции все-таки пресекли деятельность данного заведения, изъяли с места происшествия, опять же, игральные столы, игровые автоматы, фишки для игры, колоды карт. В настоящее время по данному факту проверка продолжается. Кстати, проверка проводится и по факту нанесения надписи на асфальт и порчи таким образом дорожной разметки. Удивительно, что это административное правонарушение было совершено прямо у стен ГУВД. А ведь нарисовать такие метровые буквы на дороге – это не минутное дело, и как это не заметили полицейские, неизвестно. Но как-либо комментировать эту тему представители ГУВД наотрез отказались.